Шалом, друзья! Я Исраиль Парибский, Равин, блогер, семейный консультант. Продолжаем говорить об отношениях. Я обещал научить вас ориентироваться в отношениях. Для того, чтобы разобраться в чем-то, всегда ищите правила. Ведь правил не так много, а частности бесконечны. Соответственно, нет смысла разбираться в каждом частном случае. Зная правила, вы уже специалист. Одна проблемка. В жизни правила никогда не работают. Потому что всегда жизнь сложнее и много исключений. Все правила, которые описаны в учебнике физики, они прекрасно работают в лабораторных условиях. Но в жизни всегда что-то идет не так. Предмет падает не вниз, а его сдувает ветер. И так далее. Но изучая физику, изучая правила, вы можете ориентироваться и примерно понимать, почему идет не так. Примерно понимать исключения. То же самое в отношениях. Мы будем говорить о правилах. Конечно, в жизни все сложнее. Но правила нужно знать. Говоря об отношениях, мы будем говорить для общего понимания, мы будем говорить о традиционных отношениях. Традиционные отношения. У них есть выборка. В них есть опыт. То есть, есть материал для изучения. Конечно, в каждом конкретном случае отношения будут не такие, о которых я вам буду рассказывать. Потому что все частности, все отдельные случаи, они будут немножко отличаться. Потому что ваши отношения, они не идеальные. И ничьи отношения, мои, они не будут идеальны. Поэтому мы говорим о неких теоретических идеальных отношениях. Когда мы говорим, мы будем много говорить о природе людей. Природе мужчин, природе женщин. Нужно понимать, что в вашей конкретной ситуации это не будет работать так, как я это описываю. Вот я для этого нарисовал даже схему. Это уже не первый дубль. Поэтому тут уже все нарисовано заранее. Что это за схема? Для примера я взял такой самый простой, очевидный критерий, как рост. Когда мы говорим о природе мужчин и женщин, мы можем сказать, что в принципе мужчины в среднем чуть выше женщин. И вот я нарисовал всех мужчин мира и всех женщин мира. И мы видим, что женщины, они чуть ниже мужчин действительно. То есть есть низкие мужчины вот здесь, есть высокие мужчины вот здесь. Но в среднем мужчины чуть выше и женщины чуть ниже. Но это все вот в этих отрезках видно. А общая масса, большинство мужчин и женщин находится вот здесь. Соответственно, когда мы говорим, что большинство мужчин, что мужчины, они в среднем выше женщин, это не означает, что вот этот вот мужчина будет выше вот этой женщины. То есть конкретный мужчина, вероятно, будет ниже или намного ниже конкретной женщины, с которой он взаимодействует. Считается, что женщины хуже ориентируются на местности, мужчины лучше ориентируются на местности. Это если мы уже говорим о каких-то качествах мышления и так далее. Но моя жена лучше ориентируется на местности, чем я. То есть видите, да, то есть то же самое. Вот это условно ориентация на местности мужская, это женская, но вот это моя жена вот здесь, а я здесь. То есть, когда вы слушаете какой-то урок, лекцию специалиста, и он вам говорит, что женщины, они вот такие. На самом деле в вашей конкретной ситуации не факт, что это будет работать. То есть с вашей конкретной женщиной не факт, что это так. То есть когда мы говорим, что женщины, они женственные, не знаю, да. Нет, то есть да, в общем да. Но конкретная ваша женщина, может она будет другой. Тем не менее, мы обязаны изучать правила, и это нам поможет очень в жизни и в отношениях. Это важнее, чем изучать физику. Следите с нашими публикациями и наслаживайтесь отношениями. Продолжение следует... Продолжение следует...